Остановите дендроцит. С такими требованиями сегодня к зданию мэрии Кропивницкого вышли эко-активисты. Люди просят прекратить вырубку здоровых деревьев и наложить мораторий на застройку рекреационных зон. Чего давились? Давайте посмотрим. Деньгами дышать не будешь. Городу нужен кислород. С такими лозунгами у здания мэрии собрались горожане. Люди возмущены массовой вырубкой деревьев. Станислав Селин об акции узнал благодаря интернету. Ведется вырубка деревьев на делянках в рекреационных зонах. Мы против этого. Я пришел поддерживать тех людей, кому не поддержат доля нашего города, кто хочет жить в зеленом месте, а не в месте мафии, рынков и заправок. Только за несколько месяцев в городе уничтожили около 20 здоровых деревьев на пляже, полсотни на улице Академика Тамма и десятки в спальных микрорайонах. Зеленые насаждения рубят, чтобы расчистить площадки под застройку. В этом году на вырубку деревьев из городского бюджета выделили рекордную сумму – почти миллион гривен. Чиновники уверяют, только осенью должны высадить около 200 молодых саженцев. А если вырубка идет без разрешения, бизнесменам грозит штраф – 850 гривен. Никто самовольно эти деревья не рубает, исключительно после обслуживания. И если сносу подвлекают… Как фахивец, сколько нужно, чтобы саджинца сделать полноценное дерево? Это смотря, какая порода дерева, но, конечно, не один год. Пока горожане митинговали, местные депутаты проводили сессию. Несколько активистов пустили на заседание. Они потребовали ввести мораторий на вырубку здоровых деревьев и не голосовать за выделение земли под очередную заправку, для строительства которой, опять же, нужно будет расчистить площадь. Депутаты, видимо, прислушались и вопрос отложили. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий.